Мы продолжаем изучать с вами похождения и учения нашего Господа Иисуса. Еще раз мы назвали этот курс Евангелия от евреев. Основная цель не просто еще раз пересказать учение Иисуса, особенно тем, который занимается изучением Писания, достаточно известной истории, а попытаться взглянуть на жизнь и учение Иисуса глазами евреев первого столетия и что для них значило, и по возможности понять, что имел в виду Иисус. Уча определенным образом, что он вкладывал в те или иные свои максимы, притчи, методы обучения и в конечном итоге попытаться понять, что это означает для нас. Сегодня мы подходим к достаточно важному и поворотному моменту в жизни Иисуса, тогда, когда его обвинили в том, что он творит чудеса силою Вильзевула. Этому предшествуют два события, когда Иисусу женщина, собственно говоря, блудница, грешница, смазывает ноги, находится в контексте Лука, описывает это в 7 главе, стихи с 36 по 50, и в конечном итоге он идет в Галилею. Еще раз Писание подготавливает нас к тому, что Иисус неординарный учитель, что он общается много с теми, кто на самом деле нуждается в докторе или во враче. Он на самом деле по-новому перекраивает представление раввинов. Он ни в коем случае не порывает с иудаизмом того времени, библейским иудаизмом того времени, но его основная цель не отрывается от своего народа попытаться представить альтернативу внутри иудаизма тем учениям, которые предлагают раввины и отсюда, и его кажущиеся, и в известной степени революционные поступки, когда он общается с мытарями, с блудницами, с прокаженными, с людьми больными, когда его касается женщина, краев его одежды, которая страдала кровотечением, когда он имеет дело с прокаженными. Все это вещи неординарные, не недопустимые. Они допустимые были в рамках иудаизма в того времени, но все-таки всегда были спорными. И здесь накопилось, что называется, у фарисеев. И когда мы читаем в Евангелии от Марка, в третьей главе стихи с 19 по 30 или в параллельном месте Евангелия от Матфея, 12 глава 22 по 27 стих, мы сознательно пользуемся большинством текстов Матфея, потому что Евангелие от Матфея, наиболее еврейское, если так можно сказать, из всех Евангелий, оно изобилует хибраизмами, оно изобилует изречениями, поговорками, пословицами, притчами, которые есть иногда в полном составе, иногда частично в литературе того времени. Итак, мы читаем, когда привели к нему бесноватого слепого и немого, то есть бесноватый, который был и слепой, и немой, и он исцелил его так, что слепой и немой стал говорить и видеть, и дивился весь народ, говоря, не это ли Христос сын Давидов. Существует несколько точек зрения на то, почему вдруг именно по исцелению именно конкретно этого слепого и немого, в большей степени немого, все задаются вопросами, не это ли сын Давидов. Дело в том, что согласно мнению доктора Фрухта и Баума и некоторых других теологов, изучающих писание с диспенсационалистской точки зрения, они утверждают, что для исцеления в иудаизме, не без оснований того времени, необходимо было знать имя демона или имя беса. Это классический пример, как имя тебе Легион. В Легионе могло быть от 4 до 6 тысяч солдатов, из чего, естественно, диспенсационалисты, которые привержены буквальному толкованию писания, делают вывод, что в этом человеке могло быть от 4 до 6 тысяч бесов. Ну, это вопрос, конечно, спорный, но важно другое, они утверждают, и многие вместе с ними, что в иудаизме того времени для изгнания беса необходимо было знать имя этого беса, что было совершенно невозможно в случае немого человека. Поэтому немой человек мог быть исцелен исключительно только мессией, который мог изгнать беса, не спрашивая имени беса у этого немого человека. Так это или не так, судить трудно, но давайте непосредственно к тексту. Массовое исцеление глухих, слепых, невых, утверждает раввина Алекс Бленд, оно связывалось с очищением всего народа, подобно тому, как это происходило во времена Синайского откровения. Я почитаю из Бамидбар, Бамидбар это число, раба, носа, 7. Взял книгу с заветой, прочитал вслух народу и сказали они, все, что говорил Господь, сделаем и будем послушны. Мы знаем это из текста Писания, из книги «Исход», 24 главы, 7 стих, на Ассе, венишма, на Еврите, сделаем и послушаем. А откуда известно, задается автор вот этого отрывка, я имею в виду не Писание, а Бамидбар, раба, носа, 7. Откуда известно, что не было среди них глухих? Из того, что сказано, будем послушны, то есть будем слышать. Откуда известно, что не было среди них слепых? Из того, что написано, а весь народ видел громы и пламя. А из чего известно, что не было среди них немых? Из того, что сказано, и отвечал весь народ вместе, говоря. Таким образом, утверждает автор, мы приходим к выводу, что все были исцелены. А если этого недостаточно, то можно выучить из другого места, из сказанного, «Ни одной из болезней, которую я навел на Египет, не наведу на тебя, ибо я, Господь, целитель твой». Рафаэль, Рафаэл. Вот свидетельство того, что все были исцелены. Но после того, как сотворили то действие с целицом, снова стали поражены болезнями. Как сказано, и увидел Моисей народ, что он развращен, исход 32-25. А слово развращен может означать здесь только поражен проказой. Как сказано, у прокаженного, на котором эта язва, одежда должна быть разорвана, и голова должна быть не причесана, то же слово, что и развращен. Не причесан, развращен. И до усов должен он закутаться и кричать, нечист, нечист. «Сказал Всевышний Моисею, пока не построили вы скини, я терпел подобные вещи, и были среди вас прокаженные и имеющие истечение. Теперь же, после того, как вы построили скини, вышлите за стан всякого прокаженного, истекающего и осквернившего душу, чтобы я мог пребывать в вас». Поэтому исцеление слепо-немого было воспринято как знамение восстановления общей чистоты в Израиле, так же, как во времена Синая. Реминистенции с Синаем или с Моисеем, они всегда необходимы, когда хотят показать некий духовный апофеоз народа Израиля. «Фарисеи же, Прушим, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как Вельзевулом, или силою Вельзевула, князя бесовского». Вельзевул, Бааль-Звув, вероятно, является намеренным искажением имени Бааль-Звулун. Это известное имя языческого бога. Надо понимать, что здесь игра слов «Бааль-Звув» – это бог Мух. «Бааль-Звулун» или «Бааль-Зевель» – однокоренные слова. «Зевель» обозначает мусор. Игра слов, которая «Бааль-Звулун», «Бааль-Зевель» – отсюда «Бааль-Мух» или «Господин Мух». «Вельзевув» – «Бааль-Звув». Это игра слов, которая позволяла евреям считать, что мухи, совершенно справедливо, являются символом нечистоты и предвестником смерти. Собственно, имя «Бааль-Звув» или «Вельзевув» воспринимается Иисусом тоже как эфемизм или как распространенное название для сатаны. Поэтому вот отсюда «Вельзевул». «Но Иисус, зная помышления, и сказал им, что всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собой. Как же устоит его царство?» Источник Дерех Аарец 7.37, Дерех Аарец 7.37, так говорит о разделении. Я постоянно буду приводить отрывки, чтобы у вас возникла устойчивая ассоциация, что все, что говорит Иисус и чему Он учит, оно не возникло на пустом месте. Это не вакуум. Это то, что варилось и бурлило в рамках или внутри иудаизма. Итак, Дерех Аарец 7.37, «Город, в котором есть разделение, будет разрушен». А мудрецы говорят, разделение в городе – кровопролитие. Синагога, в которой есть разделение, будет разрушена. Дом, в котором есть разделение, будет разрушен. А мудрецы говорят, разделение в доме – это разврат. Итак, говорит Иисус, «Если я силою Вильзевула или Бааль Звуф или Бааль Звулюн изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силою изгоняют, посему они будут вам судьями. Сыновья ваши, это не значит ваши сыновья по крови, а значение того, что те, кого вы считаете своими. Это тоже эфемизм еврейский, то есть, ну, свои, да, то есть, иными словами, а если я так, а вот те, кого вы считаете своими, они какой силой изгоняют. Итак, тут я хочу сделать небольшую сноску в экскурс так называемой демонологии. Демонология или ангелология и ее раздел демонологии, она составляет значительную часть систематическом богословии. У евреев тоже, особенно того времени и более позднего времени, надо сказать, они задавали себе вопросы о взаимоотношениях этого мира и мира потустороннего, причем не всегда это однозначно, иногда очень серьезные вопросительные знаки, на которые трудно даже ответить. Например, иудейская традиция сохранила свидетельство того, когда раввины вступали с бесами в союз, и даже заключали с ними сделки. Без того, как к этому надо относиться, я хочу, чтобы вы поняли, что раввины были достаточно самокритичны. Это не то, что Иисус их пришел и обвиняет, они вполне себе осознавали объективность существования этих потусторонних сил, и они должны были соотносить себя как-то с ними и понимать, что надо с этим сделать. Ну, я почитаю Мейла 17а и Б, трактат. Послушайте, это достаточно интересно. «Учили мудрецы. Три запрета установила злодейская власть во времена Раби Шимона Бар-Яхая. «Если есть среди вас человек, обученный чудесам, пусть придет и возьмет постановление». Свиток с его текстом. Взгляды мудрецов устремились на Раби Шимона Бар-Яхая, и в тот же час Раби Шимон посмотрел на мачту корабля и увидел чертовку, сидящую на ней. «Сказал Раби Шимон Бар-Яхай, что тебе здесь надо?» «Сказала ему, я пришла сделать тебе чудо. Тут, где вызвал Раби Шимон, владыка мира, а гарь египтянке ты послал пять ангелов, а мне чертовку?» «Сказала ему, если тебе делают чудо, то какая тебе, собственно говоря, разница?» Это мне часто напоминает наши сегодняшние времена, как говорят, водка, пиво, лишь бы с ног валило. Неважно, имеем чудо, значит, хорошо. Надо разбираться, откуда вообще на самом деле идут все эти чудеса, иначе мы, как Раби Шимон Бар-Яхай. Она с ней говорит, она говорит, «Да какая тебе разница?» «Я тебе сделаю чудо и достаточно из тебя». «А какой источник?» Это хороший нам вопрос. А сказал он ей, заинтересовался, да? «А что за чудо ты мне сделаешь?» Ну и она ей говорит, «Я войду в живот дочери кесаря, то есть дочери императора, и буду кричать, приведите мне Ражби, приведите мне Ражби». Ражби – это сокращение Раби Шимон Бар-Яхай. «Тогда ты придешь и пошепчешь в ухо цесаревны, то есть царевны, и я выйду, спроси ее, в какой знак будет мне, что ты вышла?» И ответила, он спрашивает у нее, она там ответила, «В момент, когда я выйду, все стеклянные сосуды в доме кесаря разобьются». И сказала, «Иди так и сделай, как ты говоришь». То есть договорился с ним. Другая версия этого же рассказа. «Пошла чертовка и вошла в дочь кесаря, и стала там вопить и кричать, приведите ко мне Ражби, приведите ко мне Ражби». Раби Шимон Бар-Яхай. «И послал за Раби Шимон в страну Израиля, но она сказала им, вот он приближается на корабле, вышли и встретили его, привели к царю». И сказал ему царь, «Ты Ражби?» Он сказал, «Да». «Сказал, ты вылечишь мою дочь?» Он ответил, «Да». «А как ты сделаешь это?» Он говорит, «Я пошепчу ей в ухо, и бес выйдет из нее». И добавил, «А знаком тому будет, что все стеклянная посуда в твоем доме разобьется». И в тот же час пошептал Раби Шимон в ухо цесаревны, и вышла из нее чертовка, и вся стеклянная посуда в доме разбилась. И сказал Кесарь, «Что ты просишь в награду, чтобы я дал тебе?» И ответил Раби Шимон, «Не прошу тебе дать мне что-то, но вели отменить свое постановление, и те гонцы, что несут его в страну Израиля, да будут убиты». Тут же отменил царь запреты, и вынес новое постановление, и гонцов с ним послал в страну Израиля». Ну вот такой противоречивый текст. В результате были даже отменены запреты для израильтян. Как к этому относиться? Ну, наверное, противоречивые чувства. Без анализа, плохо ли, хорошо ли, чертовка, понятно. Но, тем не менее, у нас есть достаточно много свидетельств в еврейской литературе о том, что это было, ну, к сожалению, нормальное явление вот это вот общение между раввинами и нечистой силой. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Иосиф Флавий, тоже, этот Яу пишет, приводит интересное свидетельство распространения изгнаний бесов или экзорцизм и способов, которые это делалось. Для тех, кто не знает, Иосиф Флавий – это еврей, знатный, один из генералов, который был захвачен римлянами и позднее стал известным как римский еврейский историй. И вот он пишет. В бывшем дворце росла рута поразительных размеров, не уступавшая ни высотой своей, ни объемом фиговому дереву. Говорят, что она стояла со времен Ирода, и она, быть может, еще долго бы существовала, если бы иудеи при занятии Махера не срубили ее. В долине, примыкающей к городу с севера, находится место, называемое Ваора, и там произрастет корень того же имени. Последний имеет огненно-красный цвет и по вечерам испускает от себя лучи. Его очень трудно схватить, так как он как будто убегает из-под рук, и только когда остается в покое, когда его поливают уриной от женщины или ее месячной кровью. Но и тогда прикосновение к нему влечет за собой верную смерть, если его не несут таким образом, чтобы он свешивался с руки. Существует, впрочем, и другой безопасный способ для владения этим корнем. Сначала его окапывают кругом, до тех пор, пока только маленькая часть корня остается еще в земле, затем привязывают к нему собаку. Когда последняя быстро устремляется за человеком, привязавшим ее, корень легко вырывается, но собака умирает на месте, как заместительная жертва за того, который хотел взять растение, а тогда его можно уносить без всяких опасений. Стоит, однако, подвергать себя опасности и трудиться над добыванием этого растения из-за присущего ему следующего свойства. Так называемые демоны, то есть духи злых людей, вселяющиеся в живущих и убивающих всех тех, которые остаются без помощи, немедленно изгоняются тем корнем, как только подносят его близко к больному. Это он пишет в Иудейской войне, 7 глава. Есть еще отрывки, но они достаточно длинные. Суть в том, что на самом деле вот эти вот системы взаимоотношений, выстроенные во времена Иисуса между руководителями духовными или вообще духовностью израильтян и потусторонним миром, была достаточно развита, поэтому обвинение, выдвинутое Иисусу в виде того, что он исцеляет или изгоняет бесов силою. Вильзевула, оно вполне было в контексте того, что древние израильтяне думали по этому поводу. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии.